Одесские чиновники опубликовали свои декларации доходы за минувший год. Об этом передает интернет-издание «Репортер». Так, по информации интернет-ресурса, Геннадий Труханов заработал за прошлый год почти 100 тысяч гривен, а его зам Вячеслав Шандрик в два раза больше. За минувший год городской голова наработал почти на 100 тысяч гривен. На личный счет Геннадий Леонидович положил всего ничего – 13 880 гривен. Можно сказать, что если бы не семья нашего мэра, пришлось бы тому жить в проголодь. Родственники Геннадия Труханова обеспечили семейство почти на 340 тысяч гривен. При этом с жилплощадью дела обстоят намного лучше. Как передает репортер, он владеет квартирой площадью 131 квадратный метр и жилым домом. Еще два дома у членов его семьи. Также у домочадцев мэра есть два больших земельных участка. На банковском счету одесского городоначальника чуть более 200 тысяч гривен. Зато существенно больше ценных бумаг. Их номинальная стоимость составляет 1 миллион 626 тысяч гривен. Анатолий Орловский, его зам, беднее своего начальника. В прошлом году он заработал около 85 тысяч гривен. Из них 65 тысяч составила его годовая зарплата. Еще 19 тысяч – материальная помощь, которую в прошлом году получил первый вице-мэр. А вот, судя по официальным доходам, один из самых обеспеченных чиновников – Вячеслав Шандрак. Он заработал 274 тысячи гривен. Из них только половина зарплаты, а остальное – дивиденды. При этом у Вячеслава Шандрика три автомобиля, а у самого мэра всего один – скромный Ауди 2007 года выпуска. Анатолий Орловский и вовсе безлошадный. Видимо, не заработал. Не пошел на пользу семейному бюджету прошедший год и Игорю Палице. Он заработал всего 8 миллионов гривен. Об этом говорится в декларации, размещенной на сайте Одесской облгосадминистрации. Например, в позапрошлом году его доход составлял 60 миллионов 220 тысяч гривен. Впрочем, сама зарплата чиновника выросла в три раза – с 228 тысяч до 651 тысячи гривен.